Доброго времени суток всем! Что хочу сказать? Мысли пришли в голову сделать небольшое промежуточное видео про бездомных кошек и собак. В сети люди просят деньги на приюты для животных и с одной стороны это может покажется милосердием каким-то волонтерством добрым делом, в общем. Я ничего доброго здесь не вижу и вот почему. Бездомные животные появляются не на пустом месте. То есть, так или иначе, бездомные животные когда-то были домашними либо это дети тех домашних животных. Что делают вот эти вот добродетели в кавычках? Они кастрируют кошек, возможно, кастрируют собак. Я в эту деятельность особо не вникал, но поверхностное изучение вопроса говорит о том, что это похоже очень сильно на попрошайничество. Я за прогресс и за развитием. Я за прозрачность и за честность. Вообще, во всех вопросах, в том числе в вопросе животных. Животные это братья наши меньшие. Никто не имеет права их убивать, насиловать, мучить. Почему? Ну, потому что так надо. Это мы убиваем по двум причинам. Либо самооборона, либо еда. То есть, захотел кушать, убил, съел. Ну, и ни в коем случае не совершать насилие ради удовольствия. Как я вижу решение этого вопроса? Я вижу тот момент, то, что надо сделать определенное чипирование животным. Кошкам, собакам, прежде всего. Чип – это не обязательно что-то вживлять под кожу. Это ошейник с какой-нибудь брелок, блямба. Это, так сказать, уже продумано в определенных странах. Прописка, чтобы у животного была. Почему с человека, так или иначе, требует прописку? Во многих странах мира. И в развитых, и не в очень развитых. Необходима прописка. А почему кто-то покупает животного с рук, а потом ему надоедает, он его выкидывает? Не забойтесь. Ни о безопасности, ни о гигиене, ни о чем. И на следующий год он также, этот же человек, или через два года, также купит какое-то животное. И опять же все, вот те волонтеры будут попрошайничать на килограмм каши для 101-й собаки. А животное, оно не будет получать то, что оно должно получать в полной мере. Поэтому надо прежде всего паспортизацию ввести всех животных. Я нахожусь в Чехии, в Праге, да? В Праге практически нету бездомных животных. Почему? Потому что все животные так или иначе на учете. И если появляется какое-то животное, то есть человек не выкидывает животное, потому что он знает, что он будет ответственным. То есть либо штраф заплатит. Я этот вопрос опять же не изучал глубоко, но в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, эта проблема состоит как раз в том, что люди безответственные. И вот этим бы волонтерам не на еду просить, не на лечение, на кастрацию, а действительно собраться, организовать свою организацию и обратиться к местным властям и сказать, что да, это угрожает безопасности и гигиене города, района, микрорайона. Чтобы было принято решение о том, что начинать, да, действительно с городов надо, что этот город на местном уровне принимает какое-то постановление, что собаки и кошки будут регистрироваться. Кто-то скажет, что это тоже будет вымогательство. Вымогательство. Но с одной стороны, может быть, так и есть, потому что на это все равно надо, деньги из бюджета и прочее. Но я считаю, что человек, который хочет завести домашнее животное, он как раз подумает еще пять раз, прежде чем завести его. И тогда не будет этой безответственности. Так что так. Если я что-то непонятно высказался, пишите в комментариях. Ну, еще раз повторюсь, попрошайничество это не есть хорошо. Когда человек берет 200 котов или кошек, и потом выпрашивает, выклянчивает по сетям и говорит, ой, им кушать нечего. Ну, а зачем ты брал? Или зачем ты брала столько котов, сколько ты не можешь прокормить? Так что так. Всем разум и осознание. И еще раз говорю. Любите и уважайте животных, прежде чем завести их.